Итак, следующий момент, который мы с вами должны рассмотреть, это четыре законодательные сферы в Библии. Дело в том, что мы с вами употребляем слово «закон» по отношению к Пятикнижию и Моисею в таком широком понимании и не совсем в точном понимании. Вопросы? Друзья, у нас идет запись звука, поэтому если какие-то вопросы, поднимайте руку и говорите, потому что любые суммы в зале, они пишутся и будут. Ну, я за вот этот конспект я не отвечаю, то есть набиравший его сделал ошибку. Вот, смотрите, а? Да, смотрите не по конспекту, а по учебнику. Знаете, как это? В правилах дорожного движения, то есть если разметка противоречит знаком, приоритет следуйте знаком, приоритет имеют знаки. Если светофор противоречит знаком, следуйте светофору, он имеет приоритет. Если регулировщик противоречит светофору, следуйте регулировщик, он имеет приоритет. Значит, конспект имеет приоритет, в смысле учебник имеет приоритет над этим конспектом, потому что по невнимательности тот, кто это писал, допустил ошибку. Потому что вот здесь, собственно, структура курса в разделе, тут все правильно указано. Все, можете дальше разобрались. А можно книжку взять, а после этого урока 30 дней? Да, значит, можно, во-первых, взять книжку. Во-вторых, деньги, если с собой нет, их можно потом на карточку скинуть. Там номер карточки на бумажке написан, на карточку приватбанка. Вот. А может, да, два раза. Но там по 100. Да, тогда по 100. То есть у нас акция, купите две книжки, третью тоже купите. Идем дальше? Следующая тема, которую нужно разобрать, это законодательные сферы в Библии. Дело в том, что когда мы говорим о законе Моисеевом, мы обычно употребляем это понятие, во-первых, в широком смысле, во-вторых, не очень точно. Потому что пятикнижие Моисеева содержит в себе не только законодательные тексты, но и исторические тексты в большой степени. Вот. Это раз. Во-вторых, само слово Тора не совсем точно переводить как закон. Больше это как наставление, назидание. Вот. И если что касательно законодательства, то в нем присутствует целый ряд различных законодательных сфер, а именно четыре разные законодательные сферы. И нам нужно уметь различать их между собой, потому что у разных сфер разный уровень ответственности, разное их происхождение, разное у нас должно быть к ним отношение. Первая законодательная сфера – это нравственный закон. Нравственный закон нам сообщает, что праведно, а что неправедно. Помните, справедливость или воплощение праведности, как праведность в синодальном переводе, является ключевым понятием закона Моисеева. И вот что же, собственно, праведно, а что нет, об этом сообщает нравственный закон. В первую очередь он отображен в десяти заповедях. И нравственные принципы, они неизменны, потому что они являются отображением характера Божьего, а сам Бог не изменен. Например, в Писании сказано, что человек является мерзостью перед Богом. Супружеская измена, мерзость перед Богом, левит 20.10, изнасилование, второзаконие 22.25.27, близкородственные связи, левит 20.14, кровосмешение, проституция, гомосексуализм, убийство, похищение людей с целью рабства или выкупа, клятва преступления, скотоложство, поджог, инфантицит, то есть убийство младенцев. Все это мерзость перед Господом. И мерзость не бывает большей мерзостью или меньшей мерзостью. Она, мерзость и есть, и это не зависит ни от условий, ни от культуры, это абсолютный нравственный закон. А второй законодательной сферой является церемониальный закон. И церемониальный закон указывает путь к праведности. То есть мы все согрешили и лишены славы Божьей. Мы прекрасно понимаем, что Божьим стандартам праведности не соответствует никто из нас. Но Бог по своей милости в законе нам дает вот такую возможность, как приходить перед лицом Его путем заместительных жертв. То есть возмездие за грех и смерть, но вместо того, чтобы умереть нам, Он позволяет нам приносить, я имею в виду с точки зрения евреев, находящихся под законом, приносить жертву жертвенных животных. И это является заместительной жертвой. И это является нашим путем к праведности. И в этом плане мы должны понимать, что сегодня очень часто проповедники не совсем правильно толкуют слова апостола Павла, когда противопоставляется закон и благодать. Потому что когда идет речь о противопоставлении закона и благодати, имеется в виду не сам закон Моисеев, имеется в виду исполнение дел закона. То есть делами закона не оправдывается никакая плоть. То есть делами спасение заслужить невозможно. Что касается закона Моисеева, то он уже благодать. Потому что все остальные народы ходят во тьме, не имея представления, как мир возник, зачем он существует, каково наше предназначение в этом мире. И только своему народу избранному Бог по благодати, то есть ни за что, это все открыл через закон Моисеев. Таким образом, и более того, дав вот этот церемониальный закон, через закон мы познаем грех, через закон мы познаем, что мы не соответствуем Божьим стандартам праведности, но церемониальный закон позволяет нам все равно приходить Богу вопреки этого. То есть это уже благодать. А во Христе апостол Иоанн пишет, мы получили благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, а истина пришла через Иисуса Христа. Вот. И по сути дела древний еврей в эпоху второго храма жил, представляя всю свою жизнь как положение на такой шкале праведности, от совсем нечистого до абсолютно чистого. То есть есть такая шкала, абсолютная чистота, абсолютная святость, это святое святых, где в своем духе святом, в особом каком-то зановении дыхании пребывает Бог за завесой. Потом святилище, куда святое святых только раз в год может входить первосвященник после целого ряда ритуалов жертвоприношения и омовений. Святилище, куда по очереди входит священник. Зачастую это раз в жизни, то есть ему жребий такой выпадет. Далее двор священников, где священники приносят жертвы. Потом, значит, ну, вся вот эта система дворов, это уже возникла в эпоху второго храма. Если вы помните, в скине Моисеевой вот этих всех дворов не существовало. То есть был один общий двор для всего народа. Но тут вот возникает уже представление шкала. Значит, двор священников, двор женщин, которые туда в двор священников уже входить не могут. За пределами его был еще и двор язычников. Когда закладывался первый храм при Соломоне, если вы помните, в молитве Соломона, что если кто-то из, значит, язычников придет, поклонится тебе на этом месте, то ты услышишь его молитву, то есть отдельного двора язычников не было. Именно вот этот двор язычников и представлялся для, значит, по-видимому, был тем местом, где были миновщики, торговцы животными. Потому что язычники все равно в храм не ходят. Пустует такая, значит, торговая площадь, значит, их надо как-то использовать. Вот. Иисус, мы как раз, опять же, привычно вспоминаем, что Бог мой, дом мой домом молитвы наречется, забывая окончание фразы для всех народов. То есть речь как раз вот о дворе язычников, где происходит это все действие. Это место, которое уготовлено для всех народов, а вы его превратили в верте про сбойников. Дальше стан, где народ Божий пребывает. Далее близкое место за станом, где пребывают временно нечистые. Ну и, значит, пустыня, значит, Авадон, где абсолютно постоянно нечистое место. И всякие, вот на этой шкале каждый еврей чувствовал свое, значит, постоянно отслеживал свое место на этой шкале. То есть коснулся, значит, мертвого, бык, значит, на два уровня назад. Значит, нужно опять, как в компьютерной игре. Значит, нужно соблюдать, целый ряд ритуалов для того, чтобы вернуться в это состояние. Там кровоточиво коснулся раз назад. Всегда встает опрос, а можно или нет в данном случае, насколько это приемлемо. В притче о милосердном самориенении, ведь священник и левит были, скорее всего, неплохие ребята. Они же шли Богу служить. То есть, это дорога из Иерихона в Иерусалим, это была дорога, по которой череды священства шли на служение Богу. Это были люди, которые им, их очередь пришла, они постились, они очищались, они готовились, они как хирурги, значит, в операционную идут для того, чтобы служить Богу. А тут лежит этот кровоточащий, то есть, нечистый. И его жалко, но если к нему прикоснуться, то вся вот эта подготовка, значит, окажется бесполезной на три уровня обратно, значит, всю эту игру, все, и там уровни приведется проходить по новой. Выпадет ли новое жребие или нет, неизвестно. Поэтому они его жалеют, но проходят мимо. То есть, речь не идет о плохих людях, речь идет о хороших, добрых людях, которые собираются сделать хорошее, доброе дело Богу служить. Вот. А самарийный, который в голову даже не приходит, что надо войти Богу служить и прочее, он видит человека нуждающегося и ему оказывает помощь. Вот. Как исправить свое место на этой шкале, как вернуться на утраченное положение, об этом, собственно, и говорит церемониальный закон. И церемиальный закон устанавливает сам Бог. Но обратите внимание, что если нравственный закон Бог не устанавливает, Бог вечен и нравственный закон вечен. То есть, нравственный закон это отображение самого Бога. То есть, он существует, поскольку существует Бог. И никакого исторического момента, когда бы был установлен нравственный закон, не существует. То церемониальный закон устанавливается Богом. То есть, этого закона не было до грехопадения. Вот. Но некоторое время после грехопадения до потопа, этого закона не было, после потопа до Моисея этого закона не было и только при Моисее устанавливается вот этот церемониальный закон. Вот, но Бог его устанавливает, Бог имеет право его изменять, Бог его, то есть, Он его установил… Почему не изменяем нравственный закон? Потому что Он отображает природу Бога, Бог не изменен. Что касается церемонияного закон, Бог его установил, значит, он имеет право его изменять, отменять, исправлять, направлять и так далее. Но человек не имеет права этого делать. То есть это исключительная прерогатива Бога. Читаем Второзаконие, 15 глава, 5-й, 8-й, из 13-го по 14-й стихи. «К месту, какое изберет Господь, Бог ваш из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите. Там вы должны делать каждый, что ему кажется правильным. Берегись, приноси все сожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь. На том только месте, которое изберет Господь в одном из твоих колен, приноси все сожжения твои и делай все, что заповедую тебе». То есть обратите внимание, с одной стороны, я не в состоянии знать всей праведности Божьей, да? Но я ее знаю отчасти, и вот к чему сердце творит то, что тебе кажется праведным. Если говорить же, делай то, что тебе заблагорассудится. Это не в смысле, что вздумается, а что тебе рассудится за благо. Что ты посчитаешь правильным, вот насколько тебе это открыто, то и делай. То есть тут мы видим вот это взаимодействие Бога и человека. То есть ты понимаешь, но ключевым должен быть не что выгодно, не что проще, а что праведно. Вот там, значит, но при этом делать вы должны только на том месте, которое я вам укажу. Ни на каком другом месте ничего из этого не делайте. И именно нарушением этого-то является установление в Дане жертвенника Иераваам. Помните, при разделении Израиля, когда, значит, Иераваам уходит из Иерусалима и 10 колен вместе с ним, а потом он говорит, что они же потом начнут опять в Иуду ходить, приносить жертвы, и опять, значит, прилепятся опять к Иеравааму. И чтобы этого не делать, он в Дане, то есть на нынешней границе Израиля, значит, Сирии и Иордании, где они сходятся, поставил жертвенник альтернативный, на всякий случай там еще и золотых тельцов поставил, чтобы, значит, все были довольны, лишь бы они не ходили туда, лишь бы не вернулись, значит, к Иеравааму обратно не присоединились. И проходит некоторое время, и мы знаем, что эти 10 колен в Израилях в итоге рассеиваются. Они нарушили вот эту заповедь, они решили сами себе делать закон. Сами будем как боги, сами будем решать, что хорошо, что плохо, и сами будем распоряжаться церемониальным законом. То есть еще раз, значит, церемониальный закон устанавливается богом, его положение вне юрисдикции человека. Нравственный закон, он не установлен богом, он отображает божий характер. Ни богом, ни человеком не установлен. Ни бог, ни человек его изменить не в состоянии. Это, опять же, момент, который мы должны очень четко понимать, что всемогущество Божие не обозначает, что Бог может делать все, что нам вздумается. Бог всемогущ? Он может делать все? Бог может солгать? Бог может отречься себя? Нет. Всемогущество – это не способность делать все, что вздумается нам о нем. Всемогущество – это способность делать все, что в его воле. Вот если я был бы в состоянии делать все, что в моей воле, я был бы всемогущ. Бог может создать такой камень настолько тяжелый, что не сможет его поднять? Нет, потому что ему это не надо, потому что это не в его воле. Это никоим образом его всемогущество не нарушает. Всемогущество – это способность, еще раз говорю, творить только то, что в твоей воле. И поэтому нарушение, поскольку нравственный закон – это и есть соответствие Божьей воли, то нарушить его Бог не может. И это никоим образом не ограничит его всемогущество. Это как раз и есть воплощение его всемогущества. Что в его воле, то и происходит, то и является праведным, то и является законом. Церемониальный закон – Бог устанавливает, Бог изменяет, но этого не может делать человек. Да. Это к церемониальному закону никоим образом не относится. То есть убийство и прелюбодеяние в церемониальный закон не ходят. Ну вот, было нарушение. Но церемониальный закон позволяет как раз. То есть нарушение нравственного закона тут же вот по этой шкале вас отводит. Но церемониальный закон позволяет через прощение, через исполнение очистительных ритуалов, через покаяние. То есть ритуал – это не просто фокус, который я сделал. А это с покаянным сердцем приходить к Богу позволяет это все дело восстанавливать. Нет, ну понятно, что Давид злоупотреблял своим положением неоднократно. Там много вариантов было, случаев, когда он и рэкетом занимался и прочее. Но это история. Так было. При этом мы должны понимать, что Давид… Ну это отдельная история, когда мы будем говорить о естественном расстом законе, поэтому поговорим немножко подробнее. Вот. Суть-то, самое главное, на чем мы сейчас должны обратить внимание, значит, это вот то, о чем говорит в послании к евреям, 10 глава, 1-4 стих. И здесь приводится в переводе Международного библейского общества. Закон – это лишь тень тех благ, которые ожидают людей в будущем, а не сами эти блага. То есть закон не является окончательной благодатью. То, что потом Иоанн скажет, мы получили благодать на благодать, это лишь тень будущих благ, а не сами эти блага. Поэтому закон не может сделать совершенными тех, кто приходит, чтобы постоянно из года в год приносить те же самые жертвы. Если бы закон был в состоянии это сделать, то разве они не перестали бы приносить свои жертвы? Поклоняющиеся были бы очищены раз и навсегда и больше не чувствовали бы вины за свои грехи. Но эти жертвы служат для того, чтобы из года в год напоминать о грехе. Потому что кровь быков и козлов не может устранить грехи. Понятно, да? И дальше, почему же мы вновь этого не делаем? Потому что церемониальный закон упразднен жертвой Христа. То есть перед теми, кто принимает Христа, уже нет необходимости исполнения церемониального закона по одной простой причине – он уже исполнен. Он уже исполнен во Христе. И вот тут очень интересный момент в отношении, опять же, к современному иудаизму, когда уже храма нет, жертвы нет. Церемониальный закон без храма, без жертвы превращается в набор фокусов. То есть какие-то ритуалы, которые повторяются, но они не в состоянии сместить наше положение на вот этой шкале больше. Храм уничтожен за ненадобностью. Потому что окончательная жертва уже принесена, и отдельного специального места для принесения жертвы больше не требуется. И дальше пишется, продолжение послания евреям, «И потому, что он исполнил волю Божью, мы были раз и навсегда освящены принесением в жертву тела Иисуса Христа». Каждый священник изо дня в день выполняет свои обязанности, вновь и вновь принося одни и те же жертвы, не способные удалить грехи. Этот же первосвященник принес одну жертву за грехи, действенную вовеки, и сел по правой руке от Бога. Одной жертвой он навсегда сделал освящаемых совершенными. То есть мы должны понимать, что мы не принося жертвы в Иерусалиме на Храмовой горе, и жалуясь, что мы этого не можем делать только потому, что там храма больше нет, мы не нарушаем церемоний закон. Он уже исполнен. Мы к этому ничего не можем давать. Конечно, мы можем выезжать на шашлыки, барашку резать, курбан-байрам устраивать, как у мусульман каждый год. Но никакого отношения при этом к церемониальному закону это уже не имеет. И Пасха тоже никоим образом не добавляет нашего спасения. Мы вспоминаем об этом. Ну, праздник Писаха – это праздник воспоминания. Он не относится к церемониальному закону. Вот. Значит, 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стих, перевод международного библейского общества. На безгрешного Бог возложил вину за грех людей, чтобы в нем мы стали праведны перед Богом. То есть мы все еще грешим, мы все еще несовершенны, мы все еще учимся, но перед Богом мы уже праведны, потому что наша вина за грехи наши уже возложена на безгрешного Христа. И в нем этот церемиальный закон уже полностью исполнен. Третья составляющая, третья законодательная сфера Библии – это так называемый общественный закон. Общественный закон – это, собственно, правило поведения. Как принято взаимодействие людей в обществе. Социальный договор. То есть мы между собой можем сами договориться. Например, ездить по правой стороне улицы или по левой стороне улицы. Это имеет какое-нибудь нравственное значение? Вот. В принципе, нет. То есть мы можем договориться, и все будем ездить по правой стороне улицы. Либо можем договориться и решить, будем все ездить по левой стороне улицы. это элемент социального договора, мы приходим к этому решению. Вот если я, допустим, поеду в Индию, и там буду рулить все время по правой стороне улицы, говоря, а у нас так все делают, это уже будет нравственный момент, потому что я умышленно, значит, из-за своей воли подвергаю риску жизнь свою, жизнь своих пассажиров, жизнь других участников движения. Но сам по себе этот принцип не является нравственным законом, это вот этот самый общественный закон или социальный договор. Каким он относится? Правила дорожного движения, гражданский кодекс, налоговый кодекс, трудовой кодекс, жилищный кодекс, таможенный кодекс и так далее. И это как раз та составляющая закона, которую люди вольны сами устанавливать, сами вольны изменять, сами вольны отменять. Иногда даже забывают отменять. В законодательных актах существуют старые законы. Например, в законах штата Техас есть закон, что человек не может носить ковбойские шарпаги, если у него меньше, чем две лошади. То есть этот закон никогда не был отменен, но он утратил свой смысл на него. Или в штате Кентукки есть такой закон, опять же, никогда не отмененный, что если женщина сидит за рулем автомобиля, то мужчина должен идти впереди, ее муж должен идти впереди перед автомобилем и всех предупреждать. Это опять же, он не соблюдается в штате Кентукки, он давно отжил свое, но остался как такой раритет в законодательстве этого штата. Принцип большинства применим исключительно к общественному закону. На моральный закон, на церемониальный закон он не распространяется. То есть если мы демократическим путем решим, что давайте будем поклоняться не в Иерусалиме, а будем поклоняться в Дании. То мы проголосуем, референдум проведем, все будут за. При этом это что-нибудь будет значить или нет? Нет, это Богом только устанавливается. Если бы перед потопом проводили референдум, может ли вода падать с неба, то Ной бы оказался в меньшинстве. Но при этом мы должны понимать, что как раз Ной-то и был прав из всех людей. И в законе Моисеевом очень четко, понимаете, сегодня нам на уровне гуманистической идеологии пропихивается идея демократии как самостоятельной ценности. Почему я сказал, что мы пережили исход из Египта коммунизма в пустыню демократии? Сама по себе демократия. Мы об этом будем говорить подробнее, когда будем говорить о формах государственного правления. Сама по себе демократия ценностью не является. И об этом очень четко предупреждает нас закон Моисеев. Во второзаконе сказано, не следуй за большинством на зло. В то время как демократическим путем большинство германской церкви приняло в свое время, во времена Третьего рейха, что вся церковь должна давать клятву Христу и фюреру, отдельные пастора, так называемая исповедническая церковь, среди них Дедрих Бангкёфер, они отказались это делать и в итоге подвергались преследованиям и прочее. Но ведь большинство же за, никто ж не против. Это ж наш фюрер, это ж возрождение нашего народа, это ж наша нация, это ж наша анексия исконно русских немецких территорий и процветание немецкого мира, создание Третьего тысячелетнего рейха. Те, кто оставался на библейских позициях, понимали, что это не соответствует нравственному закону. То есть принцип большинства на нравственные вопросы не распространяется. На церемониальный, не на нравственные, не на церемониальный закон не распространяется, вот этот принцип большинства. Следующий, так называемый юридический закон или судебное право. Юридический закон, он устанавливает степень наказания за те или иные преступления закона. То есть если такое действие является преступлением закона, нарушением, какое наказание за это преступление должно быть? И это, опять же, устанавливается обществом, устанавливается отдельным уголовным кодексом, кодексом административной ответственности и прочее, прочее. Например, в древнем Израиле за супружескую измену оба впадшие в прелюбодеяния должны были быть побиты камнями. В современном Израиле никакого физического наказания за этого не следует, только лишь общественное осуждение как греха. Но при этом нравственная составляющая никуда не делась. Это было мерзостью, это мерзостью остается. Изменился только лишь ненравственный закон, изменился юридический закон. Или, допустим, в Османской империи за кражу отрубали руку. По сей день, если вы поедете в Турцию, вас будет удивлять, как-то люди оставляют вещи на пляже, уходят и прочее. До сих пор работает память генетическая. Значит, сегодня руку никто не отрубает, сегодня там в зависимости от украденного либо административное наказание, либо уголовное наказание. Значит ли это, что нравственное значение кражи изменилось? Нет, конечно же, не значит. Кража остается кражей, прелюбодеяние остается прелюбодеянием, убийство остается убийством. То есть даже в странах, где, допустим, мораторий на смертную казнь и за убийство не наказывают убийством, убийство все равно остается убийством. То есть нравственная составляющая остается той же самой, меняется лишь юридический закон. Но очень интересно, что в то время как юридический закон, равно как и общественный закон устанавливают сами люди, сами люди способны его менять и прочее, в законе Моисеевом, то есть в том виде, как это все было дано, еврейскому народу. Эти законодательные сферы были очень четко переплетены, чтобы их невозможно было отделить одно от другой. Левит, 24 глава, 19-22 стих. «Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал, перелом за перелом, око за око, зуб за зуб, как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должен предать смерти». Это к какой законодательной сфере относится? Юридическое, совершенно верно. Здесь речь идет о том, какое наказание за преступление это делается. Но тут же говорится, один суд должен быть у вас, как для пришельцев, так и для туземцев, «Ибо я Господь, Бог ваш». А это уже нравственное измерение, не лицеприятие. То есть не клановое подход, что «нашим можно, их нельзя». То есть выгодно или выгодно, сколько будет дважды два, а мы покупаем или продаем. То есть тут составляющая одинаковая, как, допустим, в той же заповеди о субботе, где сказано, что «отдохнул и раб твой, и раба твоя». И странник, и пришелец. То есть ни социального развлечения, ни гендерного развлечения, никаких совершенно на всех людей в равной степени. Как созданы все люди в равной славе, так и божий нравственный закон на них распространяется. Мужчина или женщина, раб или свободный, местный или пришелец, все перед Богом равны. То есть мы видим, как в одной и той же заповеди переплетаются эти законы. И, по сути дела, нравственный закон становится основанием юридического закона, и они между собой неразделимы. Таким образом, Тора – это универсальный закон Израиля. Галаха, 613 заповеди Торы, включает в себя все четыре законодательные сферы. Представляете, империя во времена Золотого века Израиля при Соломоне, по сути дела, весь остальной мир был сырьевым предатком Израиля. Мы читаем, как со всего мира предоставлялось и сырье, и гастарбайтеры со всего мира ездили на заработки в Израиль, и прочее, 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 прочее. И при этом все законодательство состояло всего из 613 заповедей. Вот представьте сегодня законодательство любой страны. Значит, административный кодекс, уголовный кодекс, судебный кодекс, там, жилищный кодекс, трудовой кодекс и прочее. Все эти тома, 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 тома юридических документов, законов и подзаконных актов. Для Израиля это было всего 613 заповедей. Но через эти 613 заповедей действовал Господь. То есть, с Духом Своим Бог присутствовал в этих заповедях. Когда же Израиль отвергает святого Израиля, когда Израиль не идет за своими, значит, часть Израиля не идет за миссией, ведь мы должны понять, что Первая Церковь, что в Солимске это тоже были евреи. То есть, вот этот образ, который приводит Павел, что маслина-то та же самая. То есть, мы, когда говорим о ветхозаветном Израиле и новозаветном Израиле, мы не говорим, что у Бога два народа, один в ветхом завете, один в новом. Бог вне времени. У него один народ. Это чисто хронологическое деление. Это единая маслина, единый корень Авраамов. Но от этого корня часть ветвей отпала, а часть ветвей дикой маслины к нему привились. Это все тот же самый Израиль, все тот же народ Божий, наследователь всех тех же обетований. Так вот, для тех ветвей, которые отпали, в итоге в букве закона уже перестал присутствовать дух закона. И уже эти 613 заповеди уже не имеют смысла. И тогда начинается возникать толкование на толкование, толкование на толкование на толкование, заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило. помните, как было предсказано у пророка, начинает развиваться устная Тора, потом это все записывается в виде Талмуда, в котором уже, по сути дела, ясных указаний нет, а вот по такому-то вопросу, там, Рави Гилей говорит то-то, Рави Шима говорит то-то и так далее, и пойди там сам во всем этом разберись, если мужчина, все равно уже достаточно ли, чтобы разводное письмо было письменным, или оно может быть устным, а если разводное письмо написать на корове и корову, значит, с надписью на боку я с тобой развожусь, загнать во двор, это будет разводным письмом или не будет разводным письмом, а если муж сказал, я тебе с тобой развожусь, и, значит, в шутку, и умер, вот, и шутка это или не шутка не выяснилось, является это разводом или нет, наследует женщина или нет имущества, или теперь она пошла по миру, вот, и начинается вот это зависит от того, если кто был выше, кто был ниже, если он копал колодец, на него сверху камень, сказал, я с тобой развожусь, на него сверху камень упал, то, значит, это не считается шуткой, если в это время он был выше, жены на крыше там сидел, потом с крыши упал, все, пошли вот эти вот разборки, толкования, поскольку утрачено сам дух, вот, направляющее водительство Духа Святого через Галаху, через 613 заповедей утрачено, вот, и уже этих 613 заповедей, поэтому не... ...процессу на немецкоморазии... ...вот, это называется как предание смысла там, где смысла нет, когда смысла нет, добавление бессмысленных фраз, пытаемся увеличивать смысл. Но, что же касается самой Галахи, то и общественный, и юридический закон даны через Моисея, точно так же, как нравственный церемониальный закон. То есть, для евреев Ветхого Завета у них не было вот этого развлечения, это все, что дано Моисеям, это все имеет единый общий авторитет. Для чего же Бог дал такое законодательство, все эти четыре законодательные сферы смешав? Ну, есть такой очень хороший, ясный ответ, что Бог дал такой сложный закон, чтобы у евреев все было не как у людей. То есть, чтобы евреи не смешивались с другими народами. То есть, вот эти вот указания, там, кисточки на одеждах своих, на углах одежды, проходит некоторое время, а уже одежда начинает появляться цельнотканная, никаких кисточек, никаких углов нету. А есть же заповедь, надо же кисточки на углы одежды цеплять. Изобретается специальная одежда, чтобы какие-то углы, но были, талит называется. Он бывает двух видов. Малый талит, такой прямоугольник с дыркой для головы, который под рубашку одевается. Если вы видите, значит, ортодоксальных евреев, у них, значит, с под рубашки торчат эти кисточки, потому что под рубашку одет вот этот кусок тряпки, чтобы на нем было четыре угла. И большой талит, такой большой, значит, молитвенная шаль сверху носимая. Спросите любого раввина, какого, то есть вам будут рассказывать, там, при молитве покрывать надо, там, благословение детей, там, их тоже под талит ведут. Какое богословское значение талита? Они скажут, чтобы были углы. То есть никакого другого, реального богословского значения талит не имеет. Все остальное, это уже вот эти вот заповеди на заповеди, правило на правило. Знаете, как говорят, ученик в Ешиве, говорит, спрашивает учителя, Рэбе, а вот почему мы все время ермолки на голове носим? Где вот вы в законе Моисеевом прочли, что нужно всегда голову иметь покрытой? Он говорит, ну как же, вот же мы читаем, что встал Авраам и пошел в далекую страну. Ну как ты себе представляешь, что праотец пошел с непокрытой головой? Вот примерно так, значит, такая экзегеза и строит вот это все. Понимаю. Вот. Вы должны понимать, что в Торе смешаны и церемониальный, и закон, и нравственный, и юридический, и общественный для сохранения национальной идентичности евреев. Задача еврейского народа была в до, значит, новозаветный период сохранить вот это вот обетование, данное Аврааму, вплоть до прихода Мессии. Потому что, если бы оно не было сохранено, если бы народ еврейский смешался с другими народами, то приход, то люди не могли бы распознать приход Мессии. Ну вот. При этом греховный, еврейский народ был ничем не лучше другого, он был избранным, но не значит, он был лучше. Мы читаем всю историю Израиля, и вся история Израиля, это как Бог направляет Израиль, Израиль проходит некоторое время, Израиль тут же, значит, уходит в сторону, Бог берет его, как котенка тыкает, я твой Бог, я твой Бог, я твой Бог. Все, понял, опять проходит, опять какое-то время, опять народ Божий опять уходит в сторону, Бог опять его берет, направляет, и все остальные народы живут в свое удовольствие. Как хотят, так и живут. Помните в этом, в мюзикле «Скрипач на крыше» шикарнейшая молитва молочника Тевье, что мы, конечно, я, конечно, благодарен, что мы избранный народ, но не мог бы ты время от времени избирать кого-нибудь другого. И в этом была роль еврейского народа, и, значит, и общественный, и юридический, церемониальный закон служили оградой для нравственного закона. дабы люди продолжали сохранять нравственные законы, нравственные 10 заповедей, которые даны Богом, они вместе были смешаны с тем, как ты должен одеваться, что ты должен носить, как тот же говорит молочник Тевье, что откуда происходит эта традиция, я не знаю, но такова традиция. Вот. И это все было оградою. И как мы читаем в послании Галатам 3.23 до пришествия веры мы были заключены под стражей закона. То есть закон имел оградительную, охранительную роль временно до пришествия веры. Временно. От начала, значит, до грехопадения в законе не было вообще нужды. Потом идет закон Моисеев. То есть он имел время, когда его еще не было и время, когда он уже больше эти законы не нужны, потому что все это было до пришествия веры. Теперь наша вера является носителем нравственного закона для нас. Церемальный закон уже не нужен, он исполнен. Нравственный закон Писания говорит, напишу на плотяных скрижалях их сердца. Поэтому оградительные законодательные сферы уже не нужны. Ефесянам 2.14 Он, Христос, есть мир наш, соделавший из обоих, имеются обоих, имеются евреи и неевреи. То есть до этого была вот эта оградительная стена, которая разделяла народ и народы. и сделавший из обоих евреев и язычников одно и разрушивший стоявшую посреди преграду. То есть преграда, отделявшая евреев от неевреев, теперь разрушена и поэтому оградительная функция общественного и юридического закона данной в Туре уже не нужна. То есть с приходом мессии общественный закон утратил оградительную функцию и теперь он является продуктом общественного договора. Современное государство Израиль, светское государство, значит ортодоксальные евреи продолжают жить, стараясь исполнять ритуалы, потому что исполнить закон они не в состоянии, нет храма, нет жертвы и они лишь исполняют ритуалы. Весь остальной народ продолжает жить по законам светского государства Израиль, которые не нужно спутать с понятием Израиль как Божьего народа, им таковым является сегодня церковь. И как раз вот и происходит то, о чем пророчествовал Исаия, 28 глава 12-13 стих. Им говорили вот покой, дайте покой утружденному и вот успокоение, но они не хотели слушать и стало у них словом Господа заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Как говорил один из ведущих равеннистических богословов 19 века Готлиб Кляйн, сейчас они, евреи, посвящают себя исключительно этой Галахи, и Израиль окружен сетью Галахи настолько, что его не может достичь ни один лучик солнца. Традиция этического учения Израиля это оазис в пустыне Галахи. То есть, это говорит сам иудейский равенник, один из наиболее авторитетных равенников того времени, что все, эти все правила, они стали пустыней, посреди которой единственным азисом является нравственный закон, потому что роль уже эта оградительная утрачена, а они продолжают ей уделять значение. Таким образом, современный иудаизм это ограда вокруг Торы, то есть, они строили ограду вокруг ограды, основная ограда уже смысл утратила, а значит, все, что осталось, это ограда вокруг ограды. Но для античного еврея нравственные, церемониальные и общественные и юридические законы, они не раздельны. Для религии неотделимы от политики. Еще раз, политика это регулирование общественной жизни, то есть, собственно, общественные законы, это и есть политические установления. И религия от политики для евреев была неотделима. Итак, подводим итоги. Церемониальный закон упразднен жертвой Христа. Положения общественного и юридического закона могут быть обусловлены культурой и традицией. То есть, по сути дела, опять же, постановление 15 главы книги Деяний апостольских пусть как хотят, так и поклоняются, как соответствуют их традициям. Когда, допустим, если у нас, когда мы будем проходить русскультурного благовестия, огромное количество примеров, когда в Папу приезжают проповедники и начинают проповедовать, что женщины должны ходить с покрытыми головами. То время, как смущает европейских миссионеров не то, что у них головы не покрыты, а то, что у них никакой другой одежды нет вообще. И на следующий день на богослужение сестры приходят голые, но по пути лопухи сорвали, и головы лопухами прикрыли, и таким образом уже все слово закона исполнено. Если мы к тексту Библии относимся к слову закона, а с другой стороны братья, эти, папуасы, причем есть племена, у которых значит главное это в мужчине должна быть прикрыта крайняя плоть. И они одевают такие из бамбука трубочки специальные, причем чем больше трубочка, тем круче, тем скромнее он считается. И вот они вызывают этого миссионера и говорят, вот к вам приехали тут сестры-миссионерки, пожалуйста, поговорите с ними, чтобы они не ходили так разратно одетые. Говорят, они же одеты за зашнурованы под самый подбородок и прочее, но они же носят вот эти обтягивающие платья, обтягивающие джинсы, вся форма бедра видна, это же совращает наших молодых людей в церкви, должна быть правильная набедренная повязка, чтобы форма бедра была не видна. То есть в их понимании совершенно другой является объектом сексуальности, чем в этом. они думали, что раз они полностью зачехлены, они соответствуют. В понимании другой культуры совершенно иное. Но это отдельный разговор, мы будем более подробно говорить об этом на курсе кросс-культурной коммуникации, как нам находить, что является нравственной составляющей, а что является составляющей культурной. но при этом мы должны понимать, что положения общественного и юридического закона могут быть обусловлены культурой и традицией. И когда мы как миссионеры идем в другую культуру, наша задача не разрушать культуру, наша задача нести Христа, искупать эту культуру, быть ее искупительным, как Христос пришел в совершенно чуждую культуру божественной святости и искупил ее. Так и мы должны идти в другие культуры и искупать их для Христа. Еще один пример из области кросс-культурного благовестия, когда южно-баптистская американская церковь содержала миссионеров, работающих в Центральной Африке, и вот два пресс-витера, одна из наиболее консервативных евангельских направлений в Америке, и вот они решили на посещение послать туда двух пресс-витеров, чтобы они посетили этого миссионера. И вот жара Африка, эти пастора в пиджаках, в галстуках приходят туда, там эти бушмены, полуобнаженные по европейским меркам, начинается богослужение, вечером огромный костер разъезжают на поляне, и вся племя собирается и с бубнами в масках скачут вокруг костра и поют гимны хвалы Господу Христу. И миссионер вместе с ними. И вот эти два пресс-витера в старенке стояли, на это все буйство смотрели. Один из них не выдержал, скинул пиджак, снял галстук и пошел с ними тоже скакать. а второй остался стоять, крепким остался. И вождь племени, который очень часто, когда целыми племенами люди приходят ко Христу, то сохраняются социальные системы, поскольку вождь это, как правило, наиболее авторитетный, наиболее мудрый человек, то когда все племя приходит ко Христу, он же становится и главой церкви местной. И вот вождь племени, который пастор этой африканской церкви, миссионер говорит, а почему брат с нами вместе не поклоняется, он что у вас на замечании? Вот. То есть мы должны понимать, различать культурные различия и нравственные. Один, опять, хорошо, еще один пример для усвоения. Когда, опять же, один миссионер в Папу, по-моему, тоже в Папу Новогене дело было, вот, но тоже его смущало, что обнаженные ходят все, причем обнаженные мужчины его не особо смущали, сами понимаете, вот, его больше смущали обнаженные женщины, вот, и вот, но он же не имеет права диктовать культурные условия, впрочем, человек опытный, он собрал пресвятеров местных, вот, и говорит, давайте подумаем, что в нашем богослужении не славит Бога. Ну, они там видят, что человек озабочен, значит, серьезная проблема, они, значит, по-своему что-то, значит, обсудили, да, мы действительно пришли к выводу, что вы совершенно правы, вот такой-то, такой-то ритм барабана, который во время богослужения используется, он Бога не славит. Миссионер этот, он, один от другого ритма отличить не может, он понять, почему тот славит, тот не славит, не может, говорит, хорошо, ну, а вот эти вот танцы, которые обнаженные сестры исполняют во время поклонения, они славят Бога, говорит, а, это обыкновенное сексуальное движение, не обращая внимания. То есть, то, что для европейцев является как раз элементом разврата, для них это часть семейной жизни, которая является частью поклонения и благодарения Богу. То есть, это, то есть, очень часто нам трудно, то есть, супружеская измена, грех и там, и там. Совершенно однозначно. Брак свят и там, и там. Культурное понимание совершенно разное. Вот. И зачастую в этих племенах отношение к измене гораздо более серьезное, чем в современной Европе. Вот. Поэтому говорить о том, что это там развратные формы и прочее, им зачастую даже в голову не приходит по подобных вещах, потому что вся, и в условиях вот этого племенной жизни, вся их жизнь зависит на единственный семей. Многоженство в последний вопрос. Ой, ну это все, мы уже, все, я говорил, что это был последний, вот, значит, это, потому что, ну это все, мы действительно пошли уже в раздел культурной антропологии, значит, единственное, что нужно понимать, что многоженство это не супружеская измена, а это множественный брачный завет. То есть, это противоречит Божьему замыслу, с одной стороны, с другой стороны, изменой не является. И люди, которые живут в полигамных культурах, например, для них это забота о доме, что в доме должно больше хозяйства, больше должно быть людей, которые в нем работают, больше детей. И когда приходят миссионеры и начинают это разрушать, то встает вопрос, значит, был случай, когда просто пришел вождь, сказал, все, я в вашу проповедь о том, что должна быть только одна жена услышал, она меня коснулась, я этот вопрос решил, остальных убил. Или другие проблемы, которые, когда миссионер там, вводится понятие, что вы должны все-таки избрать, какая из ваших настоящих жена, а остальные, значит, уже будут, типа как сестры и прочее, они понимают, что в этой культуре они решают этого человека в принципе социального статуса. То есть, эти женщины оказываются без, мало то, что они оказываются без существования, их дети оказываются становятся незаконно рожденными, и потом просто идут в преступные группировки. А в итоге все это делается, что это вот бог белых людей заставляет их отдавать своих жен в проститутки, а детей в бандитские группировки. Это отдельный момент. Через месяц должен выйти учебник по культурной антропологии, можно будет это заранее почитать, следить за рекламой. А рано или поздно мы опять будем здесь этот курс читать, так что будем все эти вопросы обсуждать. То есть, правильный подход это проповедовать, как правильно по Библии не разрушая тех структур, которые есть уже на самом деле. То есть, церковь, уже существующие полигамные браки, церковь не осуждает, потому что это все-таки это брак, а не прелюбодеяние. Новых полигамных браков церковь не благословляет. И со временем, вот как со временем исчезло, мы будем говорить об этом, как со временем исчезло, допустим, рабство в Европе в мере распространения христианства, по мере, как со временем в Израиле полигамия исчезла. Ведь тоже в древнем Израиле мы читаем много примеров полигамии. Если мы изначально говорим, что поскольку полигамия не соответствует изначальному Божьему замыслу, это грех, то получается, что все 12 колен Израилев во грехе рождены. Потому что Иакова было, две жены и куча наложниц. То есть, соответствовало ли это изначальному Божьему замыслу? Нет. Но Бог использовал это для формирования своего народа. Вот. Итак, то есть, опять же, к красному закону в этой сфере относятся запрет на измену. То есть, если ты ступаешь в отношения брачного завета, значит, ты должен быть им уверен. Вне зависимости от того, с одной ступил, с двумя, с тремя. Вот. Другое вопрос, что когда во Христе восстанавливается изначальный Божий замысел, то получается, что даже блуд это уже супружеская измена. Потому что у Равинов возникла такая в свое время теория, что поскольку прелюбодеяние наказывается смертью, а блуд не наказывается смертью, то это уже и не совсем и грех. Опять же, мы знаем, там Рааф была, блудница, там, значит, Фомарь не совсем ясна. Понятно, что она исправила закон, то, что Иуда нарушал закон. Она хитростью его, значит, заставила исполнить закон ливератного брака. Вот. Но тоже как-то там все это было больно, хитро и прочее. Но брачный завет это брачный завет, он свят. Ну вот. А после Павел пишет, что вступающий с блудницей в связь на самом деле вступает в ней в брак. Потому что по изначальному Божьему замыслу не было такого понятия, как вне брачные сексуальные отношения. Любые отношения мужчины и женщины воспринимаются как брачные. Поэтому совокупляющаяся с блудницей становится с нею одно тело, как говорит апостол Павел. Вот. Нравственные, то есть примеров таких огромное количество, я еще говорю, мы будем более подробно об этом говорить в курсе кросс-культурного благовестия, но примеров огромное количество нравственных закон остается неизменным. Нравы бывают разные. Совершенно дикие, совершенно неожиданные, но нравственный закон один и неизменен. Вопросы? Ну, если, я не знаю, вот у меня такой вопрос. Согласно тому пояснению, как я понял, у евреев было несколько законов, в основном это все жижилось на нравственном законе, правильно? Это рейхманиальный, юридический и общественный. Да, и юридия. Они как бы брали основу своего... Экзаменов должны будут знать, что я четыре. Я просто хотел, это личный вопрос был. В данном случае вы дали такое интересное пояснение, что впоследствии евреи просто начали добавлять все к этому. Изменять заповедь на заповедь, брали там добавления вот этих, начали спорить. Мы живем вот в Украине, в православном мире. по существу, но Украина считается в большей степени все-таки православным. Я не знаю, согласна, если это не согласна. Мне кажется, она считает себя православным. Это и есть ваш вопрос. Считает себя Украина православным. Это вопрос, пожалуйста. православие в какой-то степени ведь тоже взяло вот эти вот как их правильно. Да, я хотел записать себе образы, которые я записал и чуть-чуть потерял сон. Они тоже видели многое взяли из церемониальных правил евреев. Правильно это и нечего. Как относиться их культурно в среде по сравнению например с африканскими фирменами. Это тоже стала какая-то субкультура православия. Совершенно верно. То есть наша культура она имеет огромное количество наслоений. Начиная от древних языческих. Те же самые крашенные яйца и кулички на Пасху это происходит не из христианской культуры. Например, если вы пойдете в православную Грецию то на Пасху там если вы скажете я хочу купить Пасху вам просто вынесут тушу баранчика то есть там у них на родном греческом языке сохраняется понимание что Пасха это баран которого значит на Пасху я был в Афинах как раз перед Пасхой и знаете я просто ходил по мясному рынку и свинина была настолько шикарнейшая копейки никто не покупает но каждая семья должна купить барана вот это часть элемента часть традиции они-то понимают что Пасха уже совершена во Христе но это их традиция продается баранья туша с электродвигателем внутри что его значит на костер цепляешь он сам значит крутится во время во время приготовления это элемент культуры то есть та же как элементом культуры являются вот эти куличи у нас и прочее вопрос не в том какова культура и каковы традиции вопрос в том стоит ли за этом реальное христианское содержание вот и благовествуя например православным зачастую самый лучший способ это им рассказывать что такое настоящее православие потому что они православные эти традиции не знают и не понимают что допустим символ веры православной это не театр и гражданский символ веры и в него не входит ничего ни об иконах ни о Богородице ничего то есть то что составляет суть православной веры вот но есть вещи которых просто лучше не спорить но главное это людей привести ко Христу не оторвать их от культуры не оторвать их от семьи не оторвать их от общества а чтобы они увидели Христа чтобы они отдали себя Христу очень и то есть стоит вопрос в этом плане в плане богослужения ключевым является вот эта вот пятнадцатая глава деяния апостольких постановления их практика противоречит или не противоречит пятнадцатой главе если нет в этой практике ничего противоречащего там удавленного значит блуда крови и доложертвенного пусть поклоняются так главное чтобы они поклонялись Христу они исполняли магические ритуалы вот те же самые ведь иконы изначально это было для неграмотных людей изображения библейских событий вот если вы значит в православный храм войдете то над иконостасом ряд двунадесантных праздников икон это просто вот события в основном это ивангельские события люди не умели читать они все это воспринимали в картинках вот иконы святых например если вы придете в Тройцевский собор в Сергиевом посаде расписывали Даниила Черный и Андрей Рублев там же не просто вот как сейчас лубочные изображения чтобы люди этим изображением поклонялись а изображены все святые поклоняющиеся Христу который в центре храма то есть вот эта вот вся роспись это как вот весь храм как пришедшие люди ныне живые так и значит те кто то есть святые ныне живущие и святые прошлые все вместе поклоняются единому Богу Христу и им это рассказывает им это показываешь хороший пример такой когда в помните историю когда женщина была 12 лет кровоточащая вот и она сказала что вот если коснусь края одежды то тогда исцелюсь вот и интересный момент что там была такая толпа то есть ей пришлось пробиваться через эту толпу если она была кровоточащая значит она была нечиста то есть она осквернила всех кого она касалась пробиваясь через эту толпу в конце концов она осквернила самого учителя к нему пробиваясь из-за чего с какой стати она решила что она исцелится от того чтобы прикоснется к краю одежды вот тогда была традиционная такая значит предание суеверие как мы сегодня сказали что когда придет мессия то вот в этих самых цицит вот этих вот кисточках на уголках его значит толита будет исцеляющая сила и вот она пробившись до Иисуса коснулась этого и Иисус ей говорит вера твоя исцелила тебя речь же не идет о вере что она поверила что исцелится и вера что она исцелится ее исцелила есть много больных которые верят что исцелятся и не исцеляются ну вот и всякий больной надеется на исцеление в конечном итоге ну вот речь-то идет то что она этим Иисус не начал говорить ну где ты это в писании нашла почитая в законе Моисеев ничего подобного не сказано про исцеляющую силу в цитуту мешах и прочее этим своим актом пусть и суеверным она засвидетельствовала то что она верит что Иисус есть мессия что Иисус есть Христос то есть ее исцелила вера не в то что она может исцелиться а в то что вот она была настолько уверена что если бы если бы она не исцелилась и открылась что она не чистая и она всех осквернила ее тут же побили камнями но она была настолько в этом уверена настолько она верила что Он Христос что она на это идет вера твоя исцелила себя Он говорит ей точно так же как когда Иисус отправляет десятерых прокаженных Он говорит идите и покажитесь священнику и когда они шли они очистились сколько из десяти поверил что они очистятся а что же они пошли тогда если они не верили то есть поверили что очистятся все десять вот по закону Моисееву чтобы значит нужно было показаться священнику чтобы тот от имени Бога засвидетельствовал очищение и воздать Богу хвалу сколько из десятерых исполнило закон Моисеев девять десятый не исполнил он не пошел к священнику Иисус сказал пойдите покажите священнику по закону Моисееву сколько из десятерых исполнило девять один не исполнил именно тому который не исполнил Иисус сказал вера твоя спасла тебя тому кто нарушил и закон Моисеев казалось бы и указание Иисуса и имел такую же веру в исцеление, как все остальные. Все имели веру в исцеление, но все остальные пошли исполнять закон Моисеев, который является промежуточным. Момент. Почему нужно к священнику показаться? Потому что сам человек не может быть в присутствии Божьем. Он обращается к священнику, который является посредником между человеком и Богом, и тот уже от лица Божьего, как и сегодня в той же православной церкви, не священник отпускает грехи. Он это делает от имени Иисуса. То есть сеть, дитя, Господь перед тобой. И только лишь один из этих десятеры, который был самая, он подумал, а чем мне идти к какому-то там нижневочинам старшему помощнику-полевому посвященнику, когда я только что был в непосредственном Божьем присутствии. И он разворачивается и возвращается. То есть спасающей верой является не вера в исцеление. И исцеление получили все десять, а спасение получил один. Потому что он верил не только в исцеление, но верил еще в то, кем является Иисус. Понятно, да? Спасибо. 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 Спасибо.